привет друзья вы на канале сестись меня зовут ирина это канал о рукоделии и вышивки и как я обещала вам в прошлом видео я хочу ответить на вопросы тега этот тег я составила сама это мой первый тег так что будьте снисходительны и как вы уже могли понять из названия этого видео так называется разум и чувства и на экране ничего не будет происходить я буду вышивать и буду с вами болтать и предлагаю вам заняться тем же самым поразмыслить немножко над теми вопросами которые я придумала и в комментариях также ответить на них на эти вопросы ну в общем сейчас я попробую делать это два дела вместе для девочек блогер которые хотят ответить на эти вопросы я бы порекомендовала послушать мои ответы потому что я знаю многие не хотят слушать чтобы не это не влияло на их не на их не ответы чита мысли ну чтобы понять хорошо мои вопросы что я имею ввиду потому что чувства это такие понятия очень очень разные расплывчатые и каждый имеет ввиду под этим словом что-то свое ну вот такое было вступление начнем итак первый вопрос какие чувства вы испытываете когда садитесь вышивать вы испытываете радость что возбуждение начинаете новый процесс например нетерпение вы там мы ждали этого час целый день вы там готовились к этому не то чтобы готовились а переделали там все дела и наконец-то настал тот час когда вы можете сесть за свое любимое занятие заняться своим любимым занятием я расскажу как у меня это все происходит я очень люблю это время когда я наконец-то могу и когда я переделала все дела когда я так предположительно меня никто не будет дергать и я смогу сесть расслабиться включить ютубчик положить ноги на пуфик взять свои любимые попяльца и в душе звучит музыка виванди ангелы поют и я на таком расслабоне на таком релаксе полном начинаю вышивать и это мне достает доставляет массу удовольствия потом по ходу движения я вышиваю вышиваю и я ускоряюсь ряд ложится за рядом крестики ровненькие работа летит и уже в душе звучит и уже это все побыстрее происходит и я такая понимаю о да я за сегодня смогу вот вышить вот этот кусочек вот так хорошо и я давай давай наяривать это все быстрее 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 и уже тут танец с саблями никакие там вивальди и в этот момент бац и следующий вопрос и тут сам по себе возникает второй вопрос вы сердитесь когда вас отвлекают от вышивки дети там я хочу кушать я хочу пить муж принеси мне кофе а дай мне то а дай мне это и мужчины они всегда чего-то от нас хотят и вы разумом понимаете ну это семья это как бы они хотят вместе общаться быть рядом с мамой но какие чувства вы испытываете вы сердитесь злитесь посылаете детей учить уроки мужа готовить самому кофе либо вы нормально спокойно реагируете встаете и занимаетесь всем этим как как вы на это как вы к этому относитесь сейчас мы я например мы сейчас вдвоем с мужем принципе меня не особо отвлекает ничего ну а раньше конечно да и сейчас бывает блин только как бы все пошло как по маслу и тут начинается там кто-то пришел чего-то надо кому-то куда-то думаешь ну вот елки-палки я не мог ты одна час раньше пойти когда я этим не занималась тут выдался час-два а заняться своим хобби и обязательно кто-то тебя прервет ну а иногда наоборот думаешь ну ничего встал размялся ноги размял не сидеть за сиднем часами за этой высадкой опять же третий вопрос какие чувства вы испытываете когда вы за целый день не сделали ни одного крестика не притронулись к вышивке чувство вины чувство нормальное прекрасный день провел я там вместо вышивки пошел сходил куда-то на пляж погулял в лес спортзал и пятое десятое либо у вас ломка вам надо надо хотя бы перед сном хотя бы десять крестиков но сделать и и руки сами собой тянутся и вы засыпаете уже на ходу и делаете эти десять крестиков и я иногда ну вот реально мне действительно иногда как как говорится ломка особенно это чутко ощутила когда не могла вышивать когда хочется что-то поделать а ты не можешь и вот это ты тебя колбасит не знаю куда приткнуться и разумом то ты понимаешь ну куют ну елки палки ну не повышевала что случилось небо на землю не упало все в порядке сегодня не повышевала завтра повышеваешь успокойся нет тебе что-то куда-то тебя тянет тебе что-то хочет потерь я когда не могла вышивать я перематывала ниточки на бобинки ну хоть как-то знаете быть ближе к своему хобби как говорится вот так следующий вопрос какие чувства вы испытываете когда нашли ошибку и придется переделывать такой приличный кусок а если еще там петит вообще такой же сделаем прям такой вопрос аж чуть мурашки что вы будете делать вы забьете оставите так подстроитесь что-нибудь где-то как-то за счете сверху либо расстроитесь поплачете потом распорите и вышите на ново и как вы реагируете в этом случае я когда нахожу ошибку ну зависит опять же как от ошибки если допустим можно там сверху если это пару крестиков не петит распарывать если это пару крестиков то я спокойно распарю и перешью по новой если там приличный такой кусок аппетитом то то я породаю наверное сначала потом попробую как-то выкрутить чтобы это не переделывать перейдеть схему подстроить под этот самый под узор под если это возможно а если это невозможно я наверное скорее всего заброшу либо рестартану потому что у меня был один такой случай что там реально было невозможно ни распороть ни распустить я начала пороть пропорола дырку в ткани ну короче испортить и забросила потом у меня наверное год валялось это все потом я рестартанула да и все по новой потому что очень нравился сюжет и очень хотелось его выщить ну вот у меня вот такой ответ итак следующий вопрос какие чувства вы испытываете когда накупили кучу наборчиков а разум вам говорит ну нафига тебе столько ты же за всю жизнь это все не вышьешь и поначалу мне когда я прям так плотно занялась вышивкой я покупала наборчики ну так ко мне наборчики доходят очень долго ну допустим я чаще всего я покупаю с 1 2 3 стич и ну где-то как минимум как минимум две недели идет это хорошо если через две недели приходит а так три недели спокойненько и поначалу я набрала этих наборчиков там что-то они пока я была такая рада ой мне так хочется это же как всегда под влиянием чего-нибудь ты посмотрел у кого-то на ютюбе либо в инстаграме увидел отшив о тебе так захотелось ты так загорелся побежал и купил сразу проходит эти три недели когда оно доходит до тебя ты достаешь и такой смотришь и думаешь кто это заказывал это я заказывала а мне оно надо а куда я вообще его и это вообще не мое я такое не хочу ну вот со временем то ли от того что я скупая то ли от того что я поумнела я теперь кладу все свои ну вот то что мне нравится вот в моменте я там побежала и мне хочется накупить я накладываю в виш-лист и оно у меня висит там потом я остываю я пересматриваю уже через несколько дней и я такая смотрю и думаю да не вот это я не буду однозначно вышивать это мне вроде типа нравится но куда я его пристрою мне оно как-то не в тему вообще и поэтому отсевается очень многое но тем не менее иногда как говорится и на старуху бывает проруха я беру такие вещи которые когда приходят я думаю нафига я это брала я это вышивать я однозначно не буду так что чувство когда покупаешь ты такой радостный о класс есть этот наборчик я его так легко смогла найти купить там это не раритет там какой-то где его искать непонятно ну а потом когда приходят другие чувства испытываешь думаю нафига я столько денег потратил итак следующий вопрос какие чувства вы испытываете когда результат не оправдал ожиданий вы увидели вам казалось это там так красиво так замечательно так чудесно а потом вы достаете и там ткань не такая как вам мечталось и хотелось и как представлялось на превью она там либо рыхлая либо это не тот цвет который на превью потому что мы все знаем как там корректируют все эти фотографии и потом получается не то что мы хотим вы забрасываете когда видите что у вас получается не то что вы ожидаете и результат не тот который на который вы ожидали вы перестаете вышивать либо вы довышиваете эту работу и потом подарите может кому-то я не знаю что что вы делаете в таком случае я вот как бы не сталкивалась еще с таким что меня результат не удовлетворил бы или я на превью видела одно а в результате получилось у меня совсем другое ну а вот допустим помните я дошивала рождественское сердце что Лариса черновская мне отдала а вот она недовольна была результатом потому что там на превью и действительно там на превью красный цвет он такой больше бордовый а в наборе был там такой красный рождественский 666 по моему в этом самом ДМС этот цвет ну вот она его хотела выбросить но я сказала мне нравится отдавай мне я я не сталкивалась к счастью я не сталкивалась с тем что у меня результат разочаровал не то получилось что я ожидала наоборот у меня как-то что я допустим вот сейчас я птичек этих от Rolls вышиваю мне кажется у меня даже лучше чем там они заявляли ну на превью этот гораздо лучше как у вас ну вот какие чувства вы испытываете вы злитесь вы чувствуете себя обманутым вы хотите написать производителю вы делаете это либо вы смиряетесь с тем что получается не так как надо и потом какие ваши действия так следующий вопрос как вы какие чувства вы испытываете когда вам говорят ой ну это пустая трата времени это баловство вот эта вся вышивка и тебе просто делать нечего вот это сидишь ерундой занимаешься какие вы чувства испытываете вам обидно что вот люди так обесценивают вашу труд хобби ну ваше увлечение либо вы не обращаете внимание ну что с дурака возьмешь типа такого либо вы начинаете спорить и доказывать что да нет это же так вот красиво и смотри как это увлекательно и пятое и десятое какие вы чувства при этом испытываете я помню очень хорошо я когда еще не была замужем у меня был парень и он меня спрашивал там на выходные что ты сегодня делала я вышивала а ничего не делала короче мне было настолько это обидно в смысле ничего не делала как это я ничего не делала я вышивала ну так вышивала это что типа работа это что там этот самый даже это ставилось это же не то что ты там дом весь вымала там перемыла перестирала или еще что-то такое а так ты вообще ничего не делала я помню я страшно на это обиделась и это чуть ли не довело до разрыва в отношениях такая позиция но потом человек понял по моему наверное лицу что лучше не связываться на эту тему лучше не как бы не говорить вообще лучше молчить так будет хорошо всем я да я обижалась но сейчас я не обижаюсь я конечно понимаю что для кого-то это действительно пустая трата времени я как-то у меня на физиотерапию я ходила и там мужчина он занимался как это называется ну самолеты модели такие строят а потом они их запускают мне тоже казалось взрослый мужик так страдает но тем не менее они настолько увлечены этим у них там целый клуб они там ходят все это так если по большому счету взять ну все ерунда если ты в спортзал ходишь занимаешься ну фигня что ты делал ну в спортзал пошел позанимался это ж вышивка я считаю для ментального здоровья очень важна очень хорошо она действует спорт на физическое понятно здоровье очень хорошо действует так что это глупо я считаю что глупые люди просто могут такое сказать что это пустая трата времени так следующий вопрос какие чувства вы испытываете когда вам говорят о да у тебя так классно получается тебе надо продавать вышивку это наверное фраза которая вот я не люблю это слово но подбешивает меня реально я вообще не понимаю почему у людей всегда возникает вот такое желание то ли я что произвожу впечатление нищеброда какого то что мне надо зарабатывать деньги вышивая или я не могу понять почему люди очень часто мне ну такое советуют да ой отчеты давай продавай продавай ну я не не говорю о том что мы здесь разговариваем о чувствах мы здесь не говорим о том что не бесполезно людям объяснять что это будет стоить столько что никто тебе не будет платить за это я мы здесь говорим о чувствах и меня вызывает это ну просто злость какую-то неимоверную потому что я не знаю почему люди вот все время так так говорят я не не думаю что там не знаю да винчи или шагал они рисовали для того чтобы это продавать продавать рисовали вот эти портреты всяких аристократов которые за это платили а произведения искусства которые там я не претендую конечно название это винчи либо шагала но тем не менее я это делаю для себя это я делаю для души я не буду делать есть девочки я не осуждаю вообще я восхищаюсь тем девочками которые на заказ вышивают ну это тяжелый очень труд ну по мне как я я считаю этот вопрос бестактный и этот вопрос меня очень сильно раздражает какие вы чувства испытываете когда вам так говорят какие чувства вы испытываете когда вас хвалят вот вы вышли вы хвастаетесь какой-то работой и вам говорят ой да ты такая молодец да это ж это ж такой труд да это ж такая крепотливая работа да это ж так красиво получилось какие вы чувства испытываете вы смущаетесь вы смущаетесь ну как кот матроскин добавляете я еще и на машинке строчить умею там и крестиком вышивать помните как он говорил либо вы наоборот горды собой вы начинаете показывать вообще люди у вас не спрашивали может они так только из вежливости сказали а вы начинаете хвастаться вот смотри я еще вот это сделала это я сделала это я сама вот своими ручками либо вы такая да ладно что тут ничего такого особенного каждый типа сможет как вы на это как вы реагируете на это какие чувства вы испытываете и как последствия как вы себя ведете меня когда хвалят я очень горда собой и я наверное как матроски я начинаю а я вот еще бисером могу плести вот смотрите а я вот еще то-то и то-то хвостушка короче одним словом так и я куда-то не туда заехала все правильно все правильно все идет как надо я зависит от того человек тебя искренне хвалит либо человек просто это ну из вежливости тебе сказал ну и соответственно я на это и реагирую так же если я вижу человек просто сказал из вежливости я скажу спасибо и нормально и чувства-то я никаких-то особых не буду испытывать и не буду просто это будет приятно мне скажем так а вот я знаю у меня есть подружка она там скажет класс вот это у тебя здорово получилось вот это реально классно прикольно получилось да-да это супер да вот здесь я уже буду горда я уже буду довольна я буду уже испытывать только такие положительные эмоции очень хорошие им вот так как-то так когда муж меня хвалит он очень часто мне говорит ой это ж такая работа это ж такая работа вот когда он говорит да-да красиво мне нравится мне как-то ну никак никаких я эмоций скажем так не испытываю когда он так говорит а вот когда он говорит ну так ну как-то так на итальянском это будет звучать ва ва все для меня это оскорбление я обижусь я оскорблюсь я буду сидеть надутая и он на мою овцу так сказал я там дулась два дня на него хотя я сама понимаю что она кринжовая это овца вот так-то ну и последний вопрос логичный вопрос какие вы чувства испытываете когда работа закончена грандиозный какой-нибудь проект о котором вы мечтали давно которые вы долго вышивали какие вы чувства испытываете когда работа закончена облегчение фух наконец-то я ее добила я ее довышивала либо радость ой какая красивая и наоборот когда она уже заканчивалась вы тянули время чтобы ну как бы не расставаться грусть о том что эта работа закончилась либо предвкушение вдохновение что я ее оформлю я вот ее вот на эту стену повешу и какая-то будет красота как как вы что вы чувствуете когда закончили работу я помню вот это у меня было с постаралью да что ж я не могу попасть в эту узко когда я закончила у меня было вот такое у меня от книжек от романов такое же точное впечатление я не могу сразу переходить к чему-то другому ну я имею ввиду грандиозным я не имею ввиду там маленькие какие-то мне надо было вот как-то переварить я была очень горда тем что я завершила такую большую ну для меня как для меня понятно что это не не для всех для кого-то это вообще ерунда какая-то ну для меня это была такая глобальная большая работа можно сказать многоцветка и я ее год наверное вышивала поэтому у меня была гордость за то что я это сделала у меня была радость и в то же время у меня была как-то печаль что все вот теперь я типа расстанусь с этой картиной ну с этой работой но тем не менее она у меня в спальне висит я ее каждый день просыпаюсь и вижу и она меня радует как бы я ну эта грусть была напрасной скажем так меня она радует в готовом виде так же точно как она меня радовала когда я ее вышивал поэтому вот такие я чувства испытываю когда я заканчиваю какую-то большую работу когда я закончила ну для меня опять же мандалу у меня было облегчение честно говоря вот у меня было чувство такое облегчение фух я ее добила потому что я поняла для меня повторение одного и то же одного и того же сюжета это ну очень очень скучно мне это очень надоедает и мне очень тяжело это все делать я ее помню столько времени откладывала много раз и откладывала там на три месяца и не хотела за нее садиться браться потому что ну если помните у меня эти павлины и там они повторяются ну пара павлинов повторяется четыре раза и сдурить можно только разными цветами одно и то же ну я конечно ступила что я эту взяла эту ну она мне понравилась и я взяла ее не подумав о том что надо будет это все вышивать так что вот такие такой тег я придумала и я бы хотела узнать ваши чувства и что вам на ваши чувства говорит ваш разум кому интересно этот интересен этот тег отвечайте на него я буду очень рада если вы ответите на мои вопросы и это относится к блогерам если вы напишите мне в комментарии ответите на какие-то вопросы которые вам ну больше всего понравились мне тоже будет очень интересно почитать ваши ответы так что я жду обратной связи и спасибо большое что послушали и до следующего видео всем пока пока не это не вы не это не а не это Продолжение следует...